Величество, граф Колдуэлл. Вольно, сержант. Докладывайте. Мы согнали мужичё на площадь. Есть подозрение, что они помогают бандитам, но... Добром мы не смогли это у них выведать. Ваше Величество, велите привезти палача. Он как петельку накинет, а мигом они разговариваются. Сначала я сама с ними поговорю. Ваше Величество, королеве не подобает допрашивать черни. Неужели? Корона с моей головы от этого не свалится. Введите их. Склоните головы. Ее Величество Мэва, королева Лирии и Ривии. Прерванное паломничество. Трофей. Особый тип карты в вашей колоде, которая может быть только один. Появляется на поле битвы автоматически в начале партии. Туман, чары. Ваш отряд находится под влиянием тумана. Это один из многих эффектов, которые вам встретятся. Многих или всего три. Мороз, дождь и туман. Эффекты влияют на все карты в ряду, усиливая их или ослабляя. В общем, вы получите доступ к картам, которые позволят вам добавлять подобные эффекты. Туманник. А мы-то не впервой. Ух. Страшно, что там. В эту жатву вместо жита чёрных косить будем. А, только по одной карте, да. Одна карта в ход. Этих трупоядов я знаю. Прошлой весной они полезли на мои земли за павшими овцами. Они не опасны, пока не обожрутся. После в них большая сила пробуждается. Хм. Ладно. Сыграйте, дядя и храбости, чтобы усилить один из ваших отрядов. Ну и чё мне это будет? Опыта. И нет схода. Выглядит устрашающе. Но кровью они истекают так же, как и люди. Вперёд! Бей тварей! Укажите мне цель. А, у него дальность только раз, два. Понятно. Вот чём фишка этой дальнобойности. Хорошо, в следующий раз учтём. Укажите мне цель. Карта-трофея остаётся на поле битвы между раундами, поскольку обладает стойкостью. Неубираемая стойкость, да? Чё у нас следующее? Картишки, картишки, картишки. Давайте ставить так же. Какая неосходно. Госпожа, новые идут. Тьелись. Нехорошо, ваше величество. Ох, нехорошо. Тьелись. Арбалетчик, по вашему приказанию прибыл. Доспехи их не спасут. Печаль. Ну ладно. Конец входа. Дьявол их возьми. Сильные, как валы. Ничего не боятся. Вот что делает с ними ярость, госпожа. Они теряют разум и не чувствуют боли. Видел я это уже. Госпожа, придётся отступить. Мы уже не победим, но можем избежать новых потерь. Отступить? Оказывается, уничтожить сильнейший отряд. Пользуюсь своей способностью, брожевский лидер уничтожил ваш сильнейший отряд и бросил его на контрпоедом, что сделало их на моем усилии. Королева, нет ничего постыдного в том, чтобы уступить, если бой идёт не по плану. Если ранок не задался, стоит поберечь силы и спасать. Не забудьте, вы можете сделать это только на начале своего хода. До того, как сыграйте карты и примените способность. Спасуйте сейчас, чтобы сохранить карты для следующего раунда. Ага, для следующего раунда можно сохранить, да? Потом нам дадут три карты. Хорошо. Ну, 23 у него. Так, это у нас всё остаётся. Хорошо. Мы должны победить. Отступать некуда. К бою. Смотрите, какая-то новая тварь. Вни лет взрывается. Тебя моя нюхательная соль. Ха-ха-ха. Понять, как взаимодействуют ваши отряды. Для начала сыграйте Вагенбург в рукопашном ряду. Способность этой карты усиливается с каждым новым отрядом, выложенным её в ряд. Вагенбург. Карта, обладающая приказом, можно активировать вручную, в любой момент, но только через некоторое время после размещения на поле. Значок внизу карты показывает, когда будет доступна её способность. Так, на своём ходу вы можете активировать приказ у произвольного числака. Большинство из них могут выполнить приказ в единое и единое, если бы лишь некоторые многогратные. Так, 1-1, да? Значит, сейчас решающая тифа или нет? Чё-чё поставить-то? Броня, каждый раз. Арбалетчик, арбалетчик. Так, неубираемая стойкость. Каждый раз, когда Мэлла использует свою способность, уменьшайте ей число её ходов до наобстановления на 1. Так, размещение нанесите в росту ряду урон. Давайте тогда у этих консенеров. В эту жатву вместо жита чёрных косить будет? Чёрных косить будет. Этих трубоедов я знаю. Прошлой весной они полезли на моей земле за павшими овцами. Гуль? Они не опасны, пока не обожрутся. После в них большая сила пробуждается. Синус 2. Сыграйте изделие храбрости, чтобы усилить один из ваших отрядов. Плюс 10. Нанес хода. Ещё один туманник. Я растекаю так же, как и люди. Вперёд! Бей тварей! Последний арбалетчик. Укажите мне цель. Так, и... Ааа, кто вообще, блин. У него дальнобольность только 2. Вот это, конечно, косяк. Болеть. Поскольку обладает стойкостью. Стойкость. Туман прошёл. Они есть, а как же. Так, Макс, опуги жмуть. Туман, да. После раунда проходит. Понятно. Ещё один гуль? Новые идут. Ну, уйдут. Ну, уйдут. Нехорошо, Ваше Величество. Ох, нехорошо. Сейчас посмотрим. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Оп. Ну, чё, ещё один. Конец хода, да. Да. Подзабываем. А, льгуль. Поп, семёрка. Сильные, как валы. Ничего не боятся. Вот что делает с ними ярость, госпожа. Они теряют разум и не чувствуют боли. Видел я это уже. Семь на семь. Стоит ли? Госпожа, придётся отступить. Мы уже не победим, но можем избежать новых потерь. А, уничтожен сильнейший. Понятно. Тогда да. Имаевые, вражеские лидеры обладают уникальными способностями. Пользуясь своей способностью, вражеский лидер уничтожил ваш сильнейший отряд и бросил его на корм тропоедом. Всё сделало их намного сильнее. Королева. Нет ничего постыдного в том, чтобы уступить, если бой идёт не по плану. Да, знаем. Учите другостный отряд. Всё, раунд не взялся. Да, пасуем. Вагенбург. Рейнард Ода. Мирия Арбалетчик. Помните, один проигранный раунд это ещё не поражение. Чтобы выиграть, надо добыть два очка победы. Мы должны победить. Отступать некуда. К бою. К бою. У нас четыре карты. Смотрите. Какая-то новая тварь. Гнилец. Фух, как смердит. Где моя нюхательная соль? Чтобы успешно командовать армии, не хотим понять, как зоомо действуют ваши отряды. Для начала сыграйте вагенбург. В окопашном ряду. Способность этой карты усиливается с каждым новым отрядом, выложенным в неё ряд. Карты, облагающие приказом, можно активировать вручную в любой момент, но только через некоторое время. После размещения на поле. Значок внизу карты показывает, когда будет доступна её способность. На своём ходу вы можете активировать приказ у произвольного числа карт. Большинство из них могут выполнить приказ единожды и лишь некоторые многократно. Добавили. Добавили некоторых параметров к картам. Через один ход, да? Сыграйте арбалетчика в волокопашном ряду, чтобы воспользоваться способностью вагенбурга и прибавить этому отряду одну единицу брони. Арбалетчика. В волокопашном ряду. Усиливаем вагенбург. Воспользуйтесь способностью вагенбурга. Пока мы. По айгулю. В размещении. Поглотите отряд в любом взросе или усильте эту карту на значение его силы. Способность Рейнарда поможет вам заново активировать у отряда приказ, который вы уже однажды отдали. Благодаря этому вы сможете снова использовать способность вагенбурга. Сыграйте Рейнарда в волокопашном ряду. Ее Величество исключительно. Вагенбург теперь снова может быть вам полезен. Активируйте его способность. Фасанул. Все. Наш последний ход. У противника кончились карты, а вы получили значительное преимущество. Победу уже маячит на горизонте, так что можно спасать или же наслаждаться триумфом до конца. Наслаждаемся триумфом до конца. Активируйте. Активируйте. Пестии обречены. Мы победили. Хой. Полуторный меч. Так, нам ничего не сказать. ничего не успели чуть не успели мы посмотреть чем там говорилось любимый мой умоляю напиши как только доберешься до святилища прошло всего две недели но я уже по тебе скучаю без тебя в доме пусто надеюсь наше подношение пусть и скромная порадует великую мать мы наконец дождем себя ты будешь прекрасного отцом береги себя и возвращайся ко мне живым и здоровым твои навеки реки он не вернется уж столько мы дерево нарубили не сгодится ли вам на что госпожа потому как если да то берите сколько душа пожелает опа нам дали пока душа пожелает так и надобно с ними как с кобелями обходиться еще ставь навеивает варкрафта правится карлинову ручью дерево страшное его прям из гарри поттера маленькая вот эта штука я помню да тоже можно собирать давай ползи лично указатели служат для быстрого перемещения по карте региона переместиться между ними можно в любой момент точке основного задания быстрое перемещение тропей тропей минусе и хай из кошмара какого ваше величество усмирите этих разбойников тоже страх в поле выйти поднять на королеву руку ничего святого у кобелей этих ай спасибо уважили меня редко кто старичка выслушает вот возьмите-ка это на дорожку нормально поднять на королеву руку ничего святого у кобелей этих выслушали старика он нам денег дал так необычно не зря не зря кликаем варк по варкрафтовски вскоре вместе с кортежем мэва достигла орлиного ручья солдаты ожидали королеву стоя по стойке смирно под палящим полуденным солнцем ваше величество граф колду вольный сержант докладывайте мы согнали мужичё на площадь есть подозрение что они помогают бандит но добром мы не смогли это у них выведать ваше величество велите привести палача он как петельку накинет а мигом они разговариваются сначала я сама с ними поговорю ваше величество королеве не подобает допрашивать чем неужели корона с моей головы от этого не свалится введите их склоните головы ее величество мэва королева лирии и ривии встаньте с колен вы мои подданные они рабы мэва протянула для поцелуя руку с королевским перснем но деревенщина как видно не знакомы с дворцовым этикетом схватил ее ладонь и горячо потряс вот это да не уж то мы перешли на ты посмучительно солдаты сать его все под контролем колдуэл госпожа простите неотесанные мы пустяки у тебя крепкая хватка а я уважаю сильных мужчин как тебя зовут хелмер сын лемборка очень приятно хелмер я в отчаянном положении мне нужна твоя помощь я прошу тебя честно отвечая на все мои вопросы кто верховодит бандитами видали моего госпожа имени у него нет только кличка чудная кобелиный князь дворняга голубой крови а он говорил куда направляется со своей сворой любка ты помнишь о ком он говорит как его клетон клейтон его владения лежат к югу отсюда вели трубить в поход отправляемся туда сейчас же погоди королева сказала свое слово ваше величество какие будут приказ что с ними дел решение которое вы примете влияет на развитие событий сразу же или через некоторое время тщательно обдумывайте свои поступки окей тут жатва в самом разгаре у них работа непочатый край благодарствуем госпожа будем молить матушку милители чтобы не оставила вас о себе помолись если я еще когда-нибудь услышу что вы укрываете бандитов или лжете моим солдатам я вернусь сюда и сожгу до тла все ваши хаты сады и поля ясно мэва растолкала крестьян по сторонам и голодом поспешила в направлении в месте лорда клейтона а жители орлиного ручья еще долго обсуждали королевский визит шепотом за закрытыми дверями древесина должна есть древесина то можно брать ничего не так как нам туда пробраться карта сверху здесь значит да начаться как-то через кладбище это надо куда идти неплохо неплохо так доски объявлений позволяет узнать обо всем что происходит вокруг щелкните по такой доске и на карте региона появятся отметки указывающие на интересные места интересные места новые отметки трофеи 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 головоломка интересное место головоломка воска объявлений трофей как я мог его пропустить где-то здесь же был трофей здесь трофеи это чуть выше желе это древесина да да древесина сложно не сложно но все равно как-то что происходит рейнард бандиты нападают на королевских сборщиков подать и среди бела дня они заплатят за это госпожа о да и не только не неладно что-то в лирии рейнард мои владения пришли в упадок у госпожа воды ваши поданные ярополки вилмер нижайшие просят о помощи твоих телеги лопнула ось они спешат на базар что прикажете делать так что означает вот этот значок непонятно позвать обозных материалов мастеров пусть посмотрят что можно сделать да как-то решать проблемы страны пусть даже мелкие пусть даже мелкие они довольно эффективно проблема если она решена пусть даже и мелкая приносит удовлетворение королева в этом доме засел кобель и спал и он был ранен во время нападения на орлиный ручей и товарищи его бросили обещать рассказать где шайка за зарыла часть добычи если мы его пощадим ну ладно так под водопадом под водопадом около какого-то моста где у нас тут века река 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 вот вот здесь вот где туда я предполагаю что это место вот там трофей не собрал опять там была древесина здесь никак не добраться головоломка что это за грохот осторожно как бы нападение рейна бросился к мэве и вытащил ее из седла поздравил хоть на мгновение и жизнь королевы оборвалась бы под огромным камнем впрочем это было только начало целый склон начал оседать на дорогу вместе с хромовой стеной стоявший на его вершине крыла помрачнела от вида раздавленных и крика умирающих солдат однако ей нужно было действовать чтобы взять свой отряд под контроль берите все валуны головоломка особое правило чтобы решить головоломку следуйте особым правилом особое правило чтобы решить головоломку и или выиграть битву выполнить основные задания короткий бой этот бой продлится только один раунд заданная колода в этой битве появятся уникальные карты начинаем бой бой по луны некоторые битвы проходят по особым правилам здесь нужно не только одолеть противника но и достичь указанных целей на карте исследований эти битвы обозначены значком пазла в этой битве требуется уничтожить все волны и прежде чем они достигнут спасайся кто может госпожа укроемся за повозкой выдвинем ее вперед сыграйте вагенбург в рукопашном ряду тема теперь и что теперь сыграйте арбалетчиком в рукопашном ряду и атакуйте валу который находится ближе всего к мая укажите мне цель вот так значит о защитка этого достигнута для переместите на один ряд вниз затем сделать счетчиком как сыграть еще одного болитчика арбалетчик по вашему приказа 0 все так вроде на конец входа вот теперь вон здесь еще не на боречку доспехи их не спасут полоска за полоску сейчас же полоски используйте способность вагенбурга чтобы уничтожить последний волон спасибо необычно стены монастыря рухнули должно быть что-то повредило опоры или кто-то ну ладно поехали жестяк припасы и все припасы все здесь у нас наверх надо идти здесь на место сейчас мы даем до нового места опять полоска с противоположной стороны рахтя по мостовой катилась груженые сеном телега с дороги крикнул граф холдойл поднимаясь на стременах дорогу королеве крестьяне послушно съехали на заросшую крапивой обочину проезжая мимо повозки мэва заглянула внутрь и замерла на сене лежал тяжело раненый мужчина у него был жар от его ноги обмотанный тряпками разил их гнилью боги кто это с ним сделал спросила мэва бандиты нет госпожа ответил возница чудовище там буду еще на востоке под задаром старые хранилище есть от эльфов еще осталось продолжал христианин ярополк там силки ставил вчера весь окровавленный воротился говорил что какая-то баба с длинными волосами из могилы встала на косогор его везем к добрым сестричками летели может посоветует чего наверняка сказала королева хотя по виду израненного крестьянина понимала что тот скончается до того как наступит ночь доброго пути королева свистнула и ее кобыла пошла шагом послать за ведьмаком ваше величество спросил колдуэл один такой выродок в раз бы чудище убил пока не поймаем бандитов я никому не позволю отделяться от кортежа ответила мэва того кто ослушается схватит но если дорога приведет нас в окрестности задара может я сама этим займусь на этом основная часть обучения заканчивается с этой минуты рассчитывайте только на себя удачи быстрее быстрее перемещение до чем на восток как карта ухты ё-моё мы право бежим до права будем бежать ну пока что осматриваем видно вот эти земли давайте вернемся вот сюда теперь мы посмотрим что у нас здесь до задара едете милый городок только люди поганые ну ё-моё краснолюду оказался недалеко от задара королевка командовала привал и послала нескольких солдат в городок пополнить запасы те вернулись раньше чем она ожидала на взмыленных конях и с пустыми мешками ваше величество местные жители восстали против эльфов и краснолюдов согнали их на рынок убивают королева хорошо знала что без ее помощи улицы города обогряться кровью нелюдей нам знала добычно что ее отряд невелик и ему будет трудно утихомирить разъяренную толпу ох госпожа какие будут менять попробуем этот вопрос рейнарда прервал тишину а какие могут быть приказания ответила вопросом королева и погнала коня в сторону города солдаты отправились вслед за ней спеша со всех ног когда они миновали городские ворота и увидели лежащие в канаве тела мэва поняла что прибыла слишком поздно чтобы предотвратить трагедию разъяренная толпа была пьяна от крови надо было укротить их но не словом а силы как битва у это был не первый погром который видел оливия и не последним хотя войны между людьми и старшими расами закончились десятки лет назад эльфов и краснолюдов все еще встречались с глубокой неприязнью которая любая склетняя обращала в ненависть и тогда шли в ход виллы и цепы а мостовые обогрелись крови убейте всех врагов головоломка особые правила короткий бой заданная колода начинаем ох ты их много и прошел там рейнар я хочу знать кто это начал сколько ненависти мы должны это остановить а толку нам этого 6 яма мы так то 36 не берем толку то в чуть ничью вообще палец нажить один раунд посмотрим что тут еще есть спорта по словам местных в этой пещере спрятано сокровище мы можем послать солдат проверить слухи но нужно понимать что вернуться туда могут не все проверим правду ли говорят местные пусть солдаты тянут зребий кто вытащит самую короткую салонку пойдет брат лично и чуток заработаем хотя если бы присутствовал бы какой-нибудь рандом был бы оема баба яга баба яга сможем ли мы такую тушу одолеть вот что-то я уже после этого погрома но сомневаюсь давайте пойдем дальше то у нас тут утопцы человеке эти разбойники в черте переодеты черте переодеты свиньки берегитесь на рассвете по большаку разбойники ехали те что кабелями зовутся давай помнили так как это взять но это надо снизу до входить это понимаю только что что она война возьмем кашу со всеми драться не будем мошка каких наберем чё мужики говорят солдаты отомились после форсированного марша ночевка в корчме пошла бы на пользу и что так не поднимая дух как задорная музыка и холодная крючка воинского чемпиона значит остановимся скажи корчмарио пускай выставит лучшее что есть из мясного и горячительного давайте оплатим армия нам нужно пободрее новые отметки на свадьбу ваше величество по этому маслу надо ехать прямо вот так и езжайте я новобрачным мед несу чтобы жизнь прожили сладкую будем танцевать аж до зари я новобрачным мед несу чтобы жизнь прожили сладкую я понял понял что-то подозрительный факт чё наржал то напрягает разбойники где королева едет королева защитите нас от разбойников я понял понял так вот мы здесь протискиваемся забираем древесину здесь у нас сундучок опаньки поздравляем вы можете использовать эту рамку а вот это ужас мозаика с коровами целая жесть найдено письмо и ключ постарайся чтобы тебя никто не заметил люди уже распускают слухи твоя б ключ какой-то месяц и тут корова открывается среди лирийских крестьян бытует такая поговорка кто свою корову бьет вместо молока кровь пьет пастушки которые забывают об этой народной мудрости редко доживают до зрелых лет убейте бешеную корову не дайте погибнуть ни одной другой корове активируйте способность вашего лидера ну что ж попробуем короткий бой бой продлится только один раунд только один раунд это у нас что пас видите бешеную корову 36 опять против нас сдерживание верните дружесный отряд с поля в руку неплохо локовой барабанщик блиц играйте верхний отряд блиц и ваши колоды так давайте поставим локовой барабанщик левый правый конец кода кода я так предполагаю лирия арбалетчик укажите мне цель верните дружной отряд с поля в руку так переместите карту из вашей колоды наверху крепите ее на 3 единицы затем активируйте способность верность всех дружесных отрядов а то до восстановления 3 не сходу все одну уже убрали армия моего поиграла блин мощно как-то не вполне понятно так что пока осматриваем и всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь всем пока всем пока ну а а у Продолжение следует...